Знакомьтесь, Олеся и Трофим Алёшина. Нижегородцы, спортивные звёздочки. Их имена гремят на спортивных аренах всего мира, а мы ничего о них не знаем. Давайте наверстаем упущенное. Итак, сквош – вид спорта, пока не слишком популярный в России. Родителям наших героев нужно сказать двойное спасибо. В 2010 году они привезли сквош в Нижний Новгород и за 8 лет воспитали двух крутых игроков. Нам этот вид спорта очень нравился. Мы его привезли сюда из Москвы. В Москве впервые его увидели. Съездили с Лесей ещё с очень маленькой на соревнованиях на чемпионат России по сквошу. Она сказала, всё, пап, буду заниматься этим вид спортом, мне очень нравится, давай построим корт. И тогда мы приехали, построили первый корт здесь, в этом зале. И всё началось вот с одного корта. Мы пришли попробовать, у меня получилось хуже всех, и я захотела заниматься. Со временем один корт перерос в спортивную школу сквоша, где и проходит теперь жизнь всей семьи Алёшиных. Мама, бывшая чемпионка Европы по дзюдо, стала тренером по сквошу. Папа – заместитель директора и личный наставник детей. Маленький Троша взял в руки ракетку в три года. Можно сказать, жил в этом клубе, очень любил заходить просто на корт, когда пусто стучать. И как-то всё хорошо пошло. Всё у ребят пошло настолько хорошо, что в 2015 году Алиса заняла первое место в европейском рейтинге юниоров до 13 лет. Брат вовсю старается не отставать от сестры, и на многие соревнования они уже давно ездят вместе. Где только не играли и не выигрывали. В Германии, в Швейцарии, в Швеции, в Польше, в Бельгии, в Чехии. И там в Италии. Да, в Италии очень была хорошая поездка, а я там третье место заняла. Ну, я недавно в январе одна переезжала из Англии в Египет. Страшно было? Да. Аэропорт большой, куда мне идти, ну, не у кого спросить, там на русском надо спрашивать, на английском. И вообще всё так страшно. Да, на самом деле, всё просто оказалось. Не надо бояться. Везде указатели. Жизнь Олеси и Трофима расписана по минутам. Тренировки шесть дней в неделю. У Олеси два раза в день, у Трофимы одна, трёхчасовая. Чудеса технического прогресса. У ребят два тренера. Один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. Все тренировки записываются на видео, и каждый вечер по скайпу происходит разбор полётов. Обязательная физподготовка. Игра требует силы и выносливости. Каждый месяц юные спортсмены выезжают на сборы в Москву или Санкт-Петербург и на соревнования в Европу. Так что дома бывает редко. При этом оба хорошо учатся. Новый девятнадцатый год у ребят тоже складывается более чем удачно. Трофим входит в топ-10 лучших игроков Европы среди мальчиков. Недавно взял золото на европейском турнире в Гамбурге, где собрались сильнейшие юниоры со всего мира. Не, больше есть, но уже тяжело стоять. Не дали. Олеся в свои 16 лет стала чемпионкой России, обойдя гораздо более взрослых и опытных соперниц. И также продолжает возглавлять европейские рейтинги лучших из лучших. Морально, конечно, было сложно играть со взрослыми, но со мной рядом был мой тренер. И очень много людей приехали за меня поболеть, и это дало мне силы. Мы же сами спортсмены, и это второй раз переживаешь вот эту спортивную молодость, этот адреналин. И их победы, они, конечно, ценнее, чем вот наши. Это вот прям вот здесь где-то. Счастливые родители помнят историю каждого кубка, завоеванного детьми. А Трофима Алиса строит амбициозные планы на будущее. Мы будем брат, сестра, чемпионы мира. По сквошу. Хотелось бы. Будем лучшими. Ирина Стефанюк, Максим Веселов. Итоги недели ННТВ.